Николай, я только сейчас отыграл на концерте презентации Даш-сообщества. Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, зачем ты участвуешь в этом движении? Ну, изначально это движение, когда я впервые познакомился с Дашей Содружским, это было два года назад, это движение для меня открыло огромное количество совершенно замечательных авторов. Которых я раньше не знал, а благодаря Содружеству о них узнал, с ними познакомился, успел так или иначе пообщаться. Даже какие-то совместные проекты уже успели как-то начаться и даже что-то воплотиться. Поэтому мне, собственно, очень дорого то, что есть такое место, которое объединяет творческих людей. Кто-то тебе близок конкретно с тех исполнителей, с которыми ты познакомился? Ну, их достаточно много. То есть, лучше их не называть. Это будет чередация. Ну, я просто могу кого-то сейчас забыть и это будет... Чтобы он не обиделся, этот человек. Чтобы не обиделся. Их правда много. Вот. Еще один вопрос. Как ты видишь развитие вот этого движения? В чем оно может быть? Конечно. Я вижу развитие в том, что на данный момент есть очень много рвений со стороны организаторов для развития, но нету некоторой системности. Мне кажется, что если как-то структурировать все, в общем, рвения и легкие усилия, то будет больше какого-то выхода на это. То есть, больше речей будут опять-таки воплощены в жизнь. То есть, совет на организаторах, скажем, больше у тебя какой-то такой? Ну, мне кажется, да. Мне кажется, да. Нужно, может быть, не бояться каких-то новых шагов для даже сотрудничества. Не знаю, пробовать, пробовать, еще раз пробовать какие-то, скажем так, новые вихи. Да, то есть, там, предположим, ознакомиться и объединяться с какими-то другими молодежными клубами. Да, вот. Вместе вести творческую деятельность именно активно. То есть, не просто там, ну, я просто к тому, что были такие встречи уже, когда, положим, приезжал какой-то молодежный клуб, да, то есть, вы даже все дружеско ознакомились, пили чай, и, в общем, на этом все и заканчивалось, к сожалению. Хватит, как говорится. Ну, да. А так, то есть, если все время какую-то, в общем, жизнь пытаться поддерживать, организовывать, может быть, там, обговаривать планы, там, с конкретными клубами. Совместно. Да, может быть, совместно, да. Да, то есть, предположим, там, раз в какой-то период, там, приезжают участники даже Содружества, играют концерты, да, то, в таком случае, в общем, будет все, в общем, как-то более, более и более. Спасибо. Это был Николай Подорожский. Все. Дима сказал 3-5 минут.